друзья приветствую вас на канале и приветствую тех кто со мной уже знаком и тех кто зашел ко мне впервые проходите располагайтесь будем знакомиться и да я теперь брюнетка у меня какие-то каштановые волосы получились вообще хотела подобрать цвет близкие к родному я хотела избавиться от рыжего у меня почему-то такая особенность волос в какой бы цвет не покрасилась блондинку там каштановый русы в итоге я все равно получаюсь рыжие и блондинка у меня тоже такая была рыженькая и как я не старалась оттеночным шампунем избавиться от этого оттенка никак не удавалось и в общем терпение моё кончилось решила покраситься в родной цвет волос и вот снова он у меня не русый а коричневый каштановый опять много рыжего оттенка посмотрим что дальше получится надо поменять аватарку ну раз я теперь темненькая надо и аватарку менять а еще обновила ноготочки не стала делать отдельное видео ну я уже все рассказала показала как я что делаю разница только в результате но и результат вот такой это гель-лак кошачий глаз и кстати выполнен он при помощи вот этих магнитиков с алиэкспресс то есть их у меня много можно делать любые фигурки в этот раз я делала при помощи всего лишь одного магнитика и промагничивала немножечко вот так и немножечко вот так и получалось у меня в итоге такая буква с такая вот такой рисунок у меня на всех ноготках но обе руки сделаны по-разному я же не могу без экспериментов на это руки я сделала как обычно гель-лак в два слоя я так в общем всегда с этим гель-лаком работаю нравится вроде устраивает и думаю дай попробую сделать на черной подложке ведь говорят же что кошачий глаз лучше смотрится на черной подложке но и смотрите разницу здесь гель-лак зелено-синий а здесь остался только зеленый на черном фоне синий вообще куда-то исчез в общем вот конкретно вот это вот вот этот гель-лак кошачий глаз лучше идет без подложки просто вот в два слоя сам гель-лак без черной подложки но мне на мой вкус кажется интереснее дать на синем фоне зеленый какой-то узор там любой формы делаю разный а тут просто черный зеленый остался ну конечно дело вкуса может кому-то больше вот такое сочетание нравится мне кажется интереснее было вот так но это мои изменения внешности а теперь про цветочки когда я искала орхидею то заезжал на базу и мне сказали что в общем на следующей неделе будет завоз приезжайте и будет что выбрать из орхидеек но я туда поехала хоть я уже и приобрела то что мне хотелось и то что нравится но думаю съезжаю на базу а вдруг а вдруг там что-то особенное по очень привлекательной цене но для меня например понятие база это либо оптовые цены либо с минимальной наценкой ну конечно я поехала конечно же там новый завоз там стоит огромная ванда за 5000 кажется по моему даже с хвостиком красавица и дикий кот стоит и не помню название огромные цветы салатового цвета просто вообще очарование саму и какие-то желтые с крапушками есть чего выбрать много на белом фоне различных крапушек разводов таких прям много но ценно ну цены совсем не базовым самая дешевая 800 рублей дикий кот по моему 1400 и выше и есть выше сорта ну что ж значит не судьба приобрести там орхидеек у пока буду воспитывать своих подростков а там может быть дождусь открытия леруа мерлен у нас кстати намечено открытие на весну вот я там покопаюсь посмотрю что там предложит этот леруа без покупки я не осталось смотрите что у меня есть а какая красота сейчас я вам их всех покажу и это атмосферные тилансии растения без корней они берут все питательные вещества из атмосферы и из той поверхности на которой они живут ну я сначала но у меня давно была задумка что-то в стекле создавать очень мне нравится композиции вот такую вот рюмку приобрела трехлитровую кстати на кассе на меня так кассир посмотрела на меня на рюмку на меня на рюмку я говорю ну я к новому году готовлюсь трехлитровая хорошая рюмка вот и я думала а что если на дно этой рюмки наложить какие-то красивые шарики разноцветные на дно этих шариков налить водичку и в общем тилансии будут жить на испарениях этой водички думала то я думала пока домой ехала за пазухой их везла морозы нам нипочем мы цветочки за пазухой провезем вот а дома почитала оказывается но для них очень важна кора до кора и камушки и в общем все сложилось само собой керамзит дома есть кора крупная есть у меня осталось после пересадки орхидеек и в общем я их тут вот так расположила на дне вот там водичка плескается керамзит то есть тилансии воды не касаются ни в коем случае но тут очень высокая влажность у меня есть гигрометр вот такой вот сейчас кстати у меня низкая влажность в связи с тем что за окном морозы видимо отопление прибавили влажность упала а так она у меня держится где-то в районе то 50 и больше бывает но этот гигрометр я засунула в рюмку и замерила там влажность и там она 62 процента по моему идеально для этих малявок а будет еще выше когда чуть-чуть отопление убавиться или летом там будет очень хорошая влажность ну и плюс если я замечу что они пересыхают я всегда могу их обрызгать в общем этим я и занималась я их отпоила и на коре на керамзите разместила вот они у меня теперь тут живут так кстати познакомлю с названиями это телансия медуза головы а это телансия фиалкоцветная у неё такая розовая верхушечка клёвые ежечки я давно таких хотела а почему хотела ну очень уж завораживают всякие композиции стекле я и на орхидеи из-за этого посмотрела хочется какой-то красоты не знаю хочется что-то создавать любоваться на это видимо цветочков мне мало и сейчас еще расскажу что я узнала удивительного об этих малявках вот еще одна телансия похоже не знаю на что на пучочек волосинок до того тоненькие вот эти пушиночки у нее прям прям волосок а в серединке сейчас покажу такая вот как шишка шишка вот такая шишка вот и вот это вот малявочка меня напугала смотрю напоила я их побрызгала все они у меня такие теперь светло-зелененькие не серые и смотрю у нее вот тут появился сок желтый вязкий сок прям как резиночка так вот беру и можно как смола вот знаете как на вишнях может быть в детстве кто-то отрывал смолу и мы ее жевали трескали с большим удовольствием а я испугалась а вдруг это какая-то бактериальная инфекция ну мало ли что можно принести домой и даже успела ее тут вот обработать фунгицидом начала искать информацию о телансиях информацию найти не так просто не очень распространенные растения может быть и мало кому они нравятся или может не знают как за ними ухаживать но для меня это тоже новое растение неизведанное и в общем информации по ним почти нету почему выделяется этот сок я перекопала разные болезни признаки симптомы что с ними происходит ничего не нашла и думаю посмотрю на ю тубе те кто содержит телансии что-то о них рассказывают может быть мне случайно и попадется эта информация нет нет такой информации ну может быть это неважно почему об никто не говорит или может никто с этим не сталкивался и попался мне канал девушка наталья очень молодой прямо очень молодой канал 13 подписчиков но у этой натальи куча телансии просто море вот она их показала как сушит на каком-то полотенчике наверно и это просто хара хара телансии вот и это наталья меня проконсультировала спасибо ей большое если она меня смотрит она меня успокоила просто говорит телансии оказывается телансии выделяют сок для привлечения насекомых точно так же как ароидные и в этом ничего страшного нет всего лишь это означает что растение напоено и может себе позволить вот выделять этот сок а то я уже испугалась за этого ежечка и начала обрабатывать но вот теперь вы знаете что в этом ничего страшного нету и в общем так вот вот красиво они у меня теперь будут жить я им под попки положила кору раз им нравится на коре жить а так коры больше нету то есть должен быть неразлагаемый материал потому что тут постоянно будет стоять вода для того чтобы испарение питали телансии но я пока с ними мало знакомым и пока не различаю хотят они пить или не хотят пить но мне кажется я им создала неплохие условия и буду теперь наблюдать но если что по пшику ну или замочу их водички вот такие у меня необычные новички я давно на них посматривала все присматривалась присматривалась очень хотелось мне чтобы у меня что-то вот в такой рюмке поселилась рюмка это кстати стоит 280 рублей дороже чем сами растюшки а растюшки на базе я вот эти взяла по 200 рублей но да они дешевые кстати на авито я посмотрела примерно та же самая цена так что нормально в общем не дешево не дорого вот такая у меня теперь красота спасибо всем за внимание все вам похвалилась прической ноготочками и новыми своими питомцами спасибо за лайки за внимание всего хорошего